Распаковка китайской титановой горелки FireMaple. Переходник и горелочка. Вот так вот выглядит. Модель называется FMS 117T, титан 98 грамм, хорошо упакована в пупырку, вот так это выглядит в чехольчике, красивенький мягенький чехольчик, жалко что это не фиксируется никак. Взвесим, вмещает 98 граммов, 105, 105 минус 98, 7 граммов, ошиблись на 7 граммов. Смотрим по качеству, плохого не вижу, претензий особо нет. Цена ее в районе 40 долларов, вот это вот мне не нравится, можно было бы сделать здесь какую-то фиксацию. Смотрим переходник. Пока у меня нет с собой баллона, чтобы проверить как это работает. Надо съездить купить баллон. Итак, продолжаем обзор горелки FireMaple с Алиэкспресса. Я купил вот такой баллон. Просто так баллон не одеть. Поэтому у нас есть переходник. Вот такая вот штука. Я заказал ее с Китая вместе с горелкой. Надевается просто. Здесь на баллоне есть прорезь. Раз и два. Вот уже первый минус и неудобство наметилось. Перекручен вот этот кабель. Либо так. Если горелка стоит на столе, то видите, да, что получается. Она и висит в воздухе, поэтому нужно что-то подставить. Ну или же положить баллон и вот так вот это выглядит. Зажигаем. Если перекрутить мощность, то получается вот такая вот ерунда. Если такое происходит, просто нужно уменьшить подачу газа. Ну а теперь проведем стандартный тест. Скипятим пол литра воды. Вот здесь у нас есть бутылка. Здесь пол литра. Засекаем время. Увеличим немного мощность. Прошла минута. Пока греется вода, посмотрим, что в инструкции. Инструкция на английском. Я думаю, это все, что вам нужно знать про инструкцию. Так, прошло две с половиной минуты. Видим, что уже начинают первые пузырьки появляться. Три минуты пятнадцать секунд. Четыре минуты и пол литра воды мы вскипятили. Я считаю, это неплохой результат. Горелка странно пахнет. Я думаю, что этот запах пройдет после того, как горелкой какое-то время попользуемся. Она прокалится как следует и вонять уже не будет. Итак, подведем итог горелочному тесту. Тест выявил два недостатка. Ножки для посуды не фиксируются. Второй недостаток. Баллон с таким креплением лежит на боку. И шланг изогнут. И это не очень хорошо для стабильности горелки. То есть она не очень стабильна. Горелка хорошая. Мне нравится. Весит она немного. Чуть больше ста граммов. Кипятит воду достаточно быстро. Баллон покрылся испариной. Вот и все. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии. Ссылка на горелку будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok